Нацию строят не сверху, а строят и не снизу. Это преволюция. Разрушают снизу. А ее строит прослойка образованных людей, интеллектуалов, ученых, просвещенных людей. Он очень близок к идеям сожениться. Но и нужно психологию мигрантов понимать. Александр Глебович, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы согласились дать нам небольшое интервью для нашего проекта. И с огромным уважением относимся к вашим предкам, вашему деду Рару, участнику Белого движения, к Ватюе Орехову, капитану, издателю Змитова, органа военно-предприятической мысли, русского зарубежья, часовой. И смотрим с вами передачи, читаем ваши статьи. И хотелось бы поговорить о русской миграции и о том, чем она живет сегодня. Начнем с семи раров. То есть я подцовский генерар по материнской ореху. Значит, рары произошли или из Дании, или из Швеции. И мы были, видимо, тогда жили в Шведской империи. И после Северной войны, которую выиграл Петр, большие части Швеции, тогда, ну, фактически, вся Прибалтика стала частью Российской империи. И тогда Петр, конечно, очень старался, чтобы именно это население Прибалтики, Швеции, приобщилось бы как можно быстрее и без всяких проблем к России, чтобы они чувствовали себя свободно, чтобы люди чувствовали себя в пределе, чтобы они начали чувствовать себя гражданами новой империи. Может, Шведская-то рухнула. И тогда наша семья действительно, ну, начала трудиться уже на благо России. Сначала, насколько мы знаем, давние предки были еще ветеранскими пасторами, а потом они становились все больше и больше пасторами, причем достаточно успешными. И последние рары были же почетными гражданами Царской России. То есть такое потомственное название, титул, который им предоставляла тогдашняя империя. Мой прадедушка был генеральным директором Страховального общества «Россия». Даже большая страховая общество было такое. И сидел тогда на Лубянке, в том кабинете, где потом сидели всякие председатели КГБ в громадном здании. Ну, так это получилось. И его сын, это уже мой дедушка, вынужден был в 1924 году, фактически после гражданской войны, эмигрировать в Прибалтику. Потому что мы его арестовали, как бывший офицерок, белой армии, царской армии. И он вынужден был, ну, поскольку ему грозила тюрьма, в Красную Россию уже, вынужден бы отправиться в Эстонию. По дороге в Эстонию остановился в Латвии, там получил работу, и 20 лет там фактически прожил. Там вырос мой отец, который еще в 1922 году, Глеб Рар, родился в Москве. Ну, можно сказать еще пару слов о семье Юдин, Юдин, с которой происходит моя бабушка. То есть, жена Александра Александровича, дедушка, моего дедушка, отца моего отца. Ну, это была купеческая, тоже очень успешная семья, даже, говорят, очень успешная. Чуть ли не там один из Юдиных был владельцем части ГУМа, когда он смог дать своим детям около 9 человек, детей, громадное образование. И один из его сыновей был Сергей Сергеевич Юдин, очень известный хирург в Советском Союзе потом. Ну, вот моя бабушка Наталья Сергеевна была вынуждена, естественно, с моим дедушкой покинуть Россию тогда, и они оказались в Прибалтике. И в Прибалтике, ну, как там, отец был, согласно мне, жили в русской общине, ждали, чтобы рухнул коммунизм. Да, верили многие еще на Западе, чтобы вернуться в другую освобожденную Россию. А в то же самое время, ну, естественно, время-то шло, а Советское Союзство укреплялось. И поэтому в Прибалтике было тогда, как мой отец потом не рассказывал, достаточно такая интересная ситуация, вот с исторической точки зрения, что половина населения была за Германию, и ориентировалась на Германию, несмотря на то, что там к власти уже пришел Гитлер. Это люди были с немецкими корнями. А другая часть на Россию, или даже на Советский Союз. Это более лево настроено население в Прибалтии. И, ну, потом наступил, как мы знаем, пакт Сталина и Гитлера, раздел Европы, и Сталин просто вернул в Советской России те земли, которые практически Россия потеряла после Первой мировой войны. Как многие тогда считали, несправедливо, потому что Булгар, в принципе, Россия проиграла войну. Ленин добился каких-то сепаратных, сепаратного мира с Германией. Но Германия это тоже проиграла потом. Но не хочу эту историю больше касаться. Дело в том, что для моей семьи был сложный вопрос, что делать. Потому что, опять, тот же мой дедушка, который настрадался в Москве, тогда в Красном, не был уверен, что он сможет свободно развиваться и жить при Балтии. А то, что в Германии происходило тогда, в 40-м году, специалисты, люди, которые там жили, лучше могли понять все эти катастрофы, которые могли наступить в любой момент, чем жители Прибалтики. И тогда вот наша семья решила все-таки последним кораблем, когда была такая возможность, а еще прожили несколько месяцев в советской власти. в Прибалтике, в Латвию, все-таки направиться в Германию. Правильный был выбор, неправильный. Ну, это сегодня же трудно сказать. В общем, в случае они там в Германии очень настрадали. Потому что, ну, Гитлер начал войну, мы знаем, против Советского Союза. Всех русских, которые, даже те, которые приехали из Прибалтики и имели, может быть, какие-то скандинавские корни, как нашу семью, все подозревали во всяком, возможно. Их не считали какими-то гражданами, конечно, Германии и не давали там возможности развиваться в Германии. Мой отец даже попал в концлагерь за политическую деятельность. Была тогда такая организация, Народно-надовое союз, были еще другие организации, которые, конечно, надеялась все время на то, что в России появится новый шанс вернуться туда. Я не хочу сейчас касаться армии Власа и так далее, к которому отец не был и к которому практически он отношения не имел и быть дедушкой и бабушкой. Но отец тогда, конечно, не знаю, что будет, был ориентирован на то, чтобы каким-то образом постараться нащупать и понять, куда ситуация будет идти. И все надеялись, что тогда иммиграция, Гитлер и Ставин то вырву как кошек, как говорится, уничтожит. И Германия освободится таким-то образом Гитлера через военную путь военных, не знаю, что. И в Советском Союзе тоже падет в сталинский режим и будет там демократия или не монархия, конечно, с Богом. Вот такие мечты были, конечно, у людей сегодняшней точки зрения, знаете, на это все смотреть сложно, многие над этим издеваются, одни осуждают, что люди были такие взгляды. Естественно, за то, что тот там был приближенный или даже пытался воевать на стороне Власова, это вообще считается главным предателем здесь вообще. Что с сегодняшней точки зрения я понимаю, потому что действительно из той литературы, которую я потом прочитал, хотя много Власова, многие иммиграции считали героем, но сейчас, если почитаешь литературу и поймешь все это, ну там геройство не пахнет на самом деле, не пахнет. И поэтому мне кажется, что просто я не трудно осуждать людей того поколения, они были в панике они были в нервозности, они были под жутким давлением, у них кругом все уничтожалось, их жизнь практически, они хотели спасать себя и надежда осталась, что где-то может быть человек повезет, где-то все-таки выбрался. Но вот мой отец заступил в ряды народно-поголовного союза, это была организация, которая с самого начала вот это и проповедовала, что мы против Гитлова, мы против Ставина, мы против Диктатуры, мы за свободу и демократию там есть здесь. Но наивно, конечно. Но в то же самое время где-то эта организация работала, существовала, правда, много активности и приписывать нельзя было. И я подчеркнул, что она не работала, во всяком случае официально, может отдельные члены там в Иргласовской армии. Я просто об этом времени говорю. Что получилось, это что моего отца тогда в 44-м году нашли листовки типа такого против Гитлера и Ставина, название НТС-овские листовки, за что его арестовали. Я думаю, что его бы отпустили через какое-то время в основном 7-м армии это описывает. Если бы не произошел покушение на Гитлера в июле 44-го года, генералы, часть генералов немецкой Дермарта пытались его убить. Бомбать взорвалась, но Питер остался вживым. Ну, их там все повесили, расстреляли в немецком противостоянии. Ну, и потом начали искать, конечно, сообщников, любого, которое началось с охоты на ведьм, и мой отец тогда оказался сидел уже в тюрьме за эти листовки. И, конечно, всех этих главарей и сотрудников НТС тоже начали всех поголовно сажать, потому что они сотрудничали именно в основном с этими антифашистами. Ну, они не антифашисты были, с теми генералитетами, с теми офицерами, которые организовали покушение на Гитлера, Графшталфенберг, и многие другие. Ну, и отсюда очень повезло, потому что, действительно, его направили в Сакснахолден, в концлагерь, потом в Кангвайз, и так далее. Он в пяти лагерях сидел в течение там почти что года. Слава Богу выжил, два-три раза его уже эсэсфица хотел расстреливать. Есть много историй, которые он описывает в своих мемуарах очень интересно, которые бывают еще десять лет тому назад в России. Но уцелел снова Богу, потому что считал себя христианином, православным, верующим, смастерил себе этот деревянный крест, и он ловился постоянно, и поэтому каким-то образом просто не хотел в себе эти самые силы. Ну, 22 года был я, меморгический парень, от Сифа чуть не умер. Вспоминает, как освободили, его направили потом в Дахау, последние недели он сидел в этом лагере, когда пришли американцы, освободили. Но потом тоже все было непросто, потому что американцы начали вместе с англичанами, был договор Сталина, ялтинский, что всех русских будет выдавать назад Советский Союз и отправлять в Советский Союз. И моего отца оставили еще 6 недель в лагере, проверяли всех. На американской территории? Уже под американским началом проверяли, кого отправлять Сталину, кого отдавать Сталину, в основном все эти перебежчики из Красной Армии, или Остербайтеры, которые оказались захвачены Гиктором, попали в Германию, по каким-то причинам вдруг не захотели возвращаться в Советский Союз. Старых иммигрантов, которым уже мой отец вот-вот как раз стал принадлежать, как все-таки выходец из независимой Прибалтики, он смог со своей семьей остаться в Германии. Потом началось конечно очень определенное время, холодная война, новое противостояние. Ничего, сегодняшние перспективы что оставалось иммигрантам делать? Даже для вашего Гостофильма наверное интересно об этих судебах поговорить. Я думаю, знаете, я тоже об этом много думал и тогда об этой ситуации. А вам, дедушке, я потом коротко расскажу. Ситуация вот такая. Сталин победил. Советский Союз стал великой державой. И все понимали, что это очень долгое время. Никакого возвращения России к монархии, демократии не будет. Было противостояние. Америка и Советский Союз. Европы не было после 45-го войны. Она была разрушена. Европа была разделена между двумя победителями войны. Янгл и Мештайн. Америкой, с которой была связана Франция и Великобритания и Советский Союз, который получился в Восточную Европу. Вот это была перспектива на целое поколение. Изменить это невозможно было. Хочешь, не хочешь, с этим обложить. Знаешь, какой выход был у эмигрантов? Очень многие просто клюнули на всю эту политику и сказали, мы ассимилируемся. Очень много людей тогда уехало в Америку навсегда. Просто чтобы там остаться, чтобы там жить, чтобы начинать делать карьеру, чтобы там воспитывать своих детей, чтобы они там процветали. В конце 40-х, начали 50-х годов? В конце 45-х годов. Было же тогда очень много эмигрантов фактически в Париже, в Мюнхене, в Германии очень много, даже в Берлине. Они уехали в Америку. Было громадное движение. Американцы предлагали к ним приехать, когда Америка была достаточно открытая страна, и в Америке можно было фактически быстро найти работу. Карьеру такую другое дело оставаться в Европе и заниматься политикой. Все-таки надеяться на что. Семя моего отца решила добороться большевизмом. Остался в Германии. Осталась в Германии. Ну, как в Германии оставаться? В Германии тоже побежденная не существовало фактически. И немцам мой отец и мой дедушка тогда остановиться не хотели. Что было, оставалось сделать? Тоже история определилась. Опять американские структуры. Кто-то пошел работать на ЦРУ, кто-то пошел работать на радиостанции, которые там основались, в холодную войну, вещать на Советский Союз. Мой отец никогда не работал в этих самых разведывательных каких-то структурах. Слав Богу, чистая совесть. Он всегда считал себя независимым. Мой дедушка умер в 52-м году. он тем более и фактически вот он познакомился с моей мамой, дочери Орехова, 57-м. Он был связан с посевом. Издать сюда посев, это журнал, который тогда, действительно, кто-то им давал на какие-то деньги, всякие, фонды за свободу или за демократию, как сегодня. Но это не было лавочка целой. И это было свободно мыслящие люди, которые очень мало зарабатывали. Когда я родился, я сейчас расскажу, жить достаточно скромно. Я родился в 59-м году на Тайване. Почему на Тайване? Потому что моего отца тогда отправили на радиостанцию освобождения. Это было российское освобождение. Ну, конечно, там были американские деньги, в первую очередь конечно сотрудничество с НТС в Тайване, то есть белый Китай. Отколовшись от Китая, да? Да. Чан Кай Шейк, который был антикоммунистом, конечно, дружил и общался с антикоммунистом в всем мире. И была там радиостанция такая типа миссионарская, которая скорее на культурно- религиозные темы вещала тогда на Сибири. И мой отец там поработал, потом так успешно там работал, хорошо знал английский язык, что его пригласили потом работать японцем на международное вещание японской активизированной службы. И он там в русском отделе под начателем у японца, который говорил прекрасно по-русски, тоже писал там тексты на русском языке, читал, тоже шло уже как японская радио, как немецкая волна или как сегодня спутник. И тогда вот это японцы вещали тоже на русском языке, помимо других языках, во весьме, в том числе на Советский Союз. Мой отец, я бы сказал вот так, он такой сугубо политикой или борьбой политически не занимался. Поэтому никакую там карьеру, ни в партии, ни в каких-то немецкой или американской структуре не делал не собирался. Он посвятил свою жизнь фактически церковные дела, религии. И так он нас вырастился. В 64-м году его, в 63-м его позвали назад, потому что у него родилось четверо детей, я старший. и сказали, как-то надо, ты хочешь, чтобы дети в Азии живут или всегда, или хочешь вернуться во Францию, в посев, ЭТС. Он выбрал второе, вернулся все-таки его родина, была Европа, там было ближе к России все это. Он вернулся и еще долгие годы работал на издательство посев, правда страшно, я бы сказал, не очень успешно, был недоволен где-то, потому что не понимая, что ожидание не проводится. Ну а что, был Советский Союз, ушел Хрущев, пришел Брежнев, потом мы поняли одно, поэтому мы часами на эту тему вывезти, потому что у вас очень интересная тема, которая поднимает, но и нужно психологии мигрантов понимать, я был общим мальчиком, я сегодня понимал, но я сегодня понимаю, что для этих людей, конечно, была большая трагедия, увидеть, что эту старую Россию не вернуть, и начали появляться советские люди. А в Советском Союзе были успеши, все-таки Гагаев, как-то как-то был этот самый, люди приезжали от Урла и были тоже счастливы, не все там ушли, ГУЛАГи еще были, но не Сталин, что-то правило Советским Союзом Союзом позитивные изменения, которые произошли при Хрущеве, они были с точки зрения мигрантов минимальны, с сегодняшней точки зрения я бы сказала просто дистрибализация была гигантским шагом со стороны Хрущева просто и все это изменить. С моей точки зрения, после этого и так Советский Союз по-идеологическим началом перестало существовать, где-то катился уже куда-то в другое направление если накатился, потому что развития нет, социализм, идея просто вздыхалась, но долго длилось, пока это осознало тогда уже Грабачевское руководство, которая в поспешку пыталась что-то изменить, но уже был пост, другая статья про нас, значит, про нас, значит, отец потом решил, что ему более полезно и более интересно будет, если он пойдет, принял предложение своих друзей, которые работают на радиостанцию Свобода и ушел на религиозные передачи писать, и новости писать на радиостанцию Свобода, он там заработок был гораздо лучше, у него было уже 6 человек детей, у нас большая семья была и ее нужно было прокормить, мы переехали в Мюнхен в 75-м году, там была радиостанция Свобода и для меня началось очень интересно, я бы сказал, очень-очень интересное время, потому что я там закончил школу, среднюю, потом университет Мюнхенский, я по образованию историк, было время очень интересно, началась перестройка в 80-е годы, я просто всем чутьем начал ощущать все эти гибы того, что происходило в Советском Союзе, железный занавес рухнул, появились контакты с учеными, студентами, с молодыми людьми, с политиками, с оппозиционерами, с нами, коммунистами, со всеми можно было общаться, тем более после 90-91 года, но очень посчастливилось, что я мог в 90-м году по приглашению межрегиональной группы тогда народных депутатов Сахаров, Мурашов, тогда, близких западов, познакомиться с ними, меня пригласили на полгода в Москву, я там, когда еще в Советском парламенте, проходил практику, до этого проходил практику Рейн Корпорейшн в Америке, понимаете, Рейн Корпорейшн, разве мира с другого стороны Советского парламента, но вот я это делал, и так вести, мир такой был, очень интересный, а первый раз к Советскому приятелю в апреле 90-го года, вот по приглашению этого Антадия Мурашова, и тогда вот была такая Чита Максимова, который делает со музыкальный ринг в Санкт-Петербурге, ну люди приезжали в Германию, мы быстро сходили, с ними приезжать надо. Вот я с тех пор, наверное, ну не знаю, ну раз в тысячи это было и в России, и тогда еще в Советском Союзе, просто иногда по два раза в месяц. Интересная работа была, потому что я после университета стал работать в исследовательском институте, имею всякие там пропагандисты, органы в исследовательском институте, в научном институте, я работаю американцам, англичане, пару русских, таких ученых, социологов, работал на радиостанции Свободы, или при радиостанции Свободы. Я там создался имя советолога, именно в Германии, в Германии, в Америке, на Западе. Прошло очень интересное время, потом, после 93-го года, американцы, ну думаю, правильно сделали, закрыли радиостанцию Свободы, тогда в Минхене, потому что, ну она никакого смысла больше не давала, там, если восточная Европа уже отошла от коммунизма, с кем там бороться, и зачем такая станция еще нужна, в России появилась, и независимая газета, и Эхо Москвы, там, и НТВ тогда вот это самое вещало, похлеще, чем радиостанции Свободы, и закрыли ее, ну я просто обрадовался, просто много этап карьеры, я не хотел засиживаться, как мне казалось, тогда в мигрантской среде, потому что она становилась уже такой не мигрантской, тяжелой, потому что миграция перестала существовать, мы могли ездить туда-сюда, без проблем, и общаться, я мог жить в России, многие вернулись в Россию жить, у меня просто такая работа была, где я и там, и здесь, и здесь, и я ушел работать, мне предложили Германский совет по внешней политике, там я проработал почти 20 лет, как главный аналитик, и даже как основатель, и потом директор такого центра по России и Евразии, как советник правительства. Это было в Москве уже было? Нет, это было в Германии, в Бонне, а потом в Берлине, но я постоянно был в России, я постоянно был в России, потому что на работу было в Украине, это потом вот, вот когда уже начались проблемы, вот эти взаимоотношения, после 10-го года, после 11-го, я ушел из науки, потому что там уже начали эти фонды и всякие институты, заниматься, ну не и сервис массовой информации, вот такой, поддержкой оранжевых революций, я этого не делал. Для меня было золотое время, именно в 90-е годы, когда практически всех русских политиков приглашал, и в нулевые годы тоже, в Германии. Для чего? Чтобы они общались. И тогда, я бы сказал, тоже потребность к этому была, потому что русские и политики, и представители творческой интеллигенции, я им давал возможность высказывать наравне с немцами или там с европейцами, которые высказывали свою точку зрения. И потом мы сверяли их там. Это было взаимное дело, которое сегодня, к сожалению, нет. Все закрыли. Сегодня это монолог. И, к сожалению, начал этот монолог Запада. Тогда, потому что решил, что Россия только должна становиться либеральной страной, а вот это все, это политик, которую проводит, значит проводить Путин, не усталил Западу. Поэтому один конфликт за другим нарастал, но он есть. Так уходим с ищем-то веков по лидерам. Одно слое, два слова про семью моей мамы, там просто орехов, действительно, дворянского рода, это есть старый, старый, татарско-российский интеллигент, интеллигент, почему это все у нас есть книг на эту тему. Все это есть очень интересно. Я знаю, что один наших родственников или служил вопрични Ивана Грозного или был против опрични, но служил в других часах. Вот есть с тех пор все эти самые есть родословия нашей ореховской линии. Дедушка Василий Сичарехов вместе с Франковым на последнем корабле покинул Россию, Крым в конце Гражданской войны очутился сначала в Галлиполе, потом в Дуиции, потом в Югославии, Гольграде, потом в Париже, потом в Брюсселе. Он шел с Белой Армией. Там, где была штат-квартира Белой Армии, где все это пульс, это Белой Армии где-то чувствовался, там находился мой дедушка. Он практически никогда просто ни на кого и нигде не работал. То есть на какую-то там западную структуру или газету. Не знаю, что он всю жизнь там работал главным издателем и главным редактором журнала «Часовой». Занимался только русскими вопросами. Журнал жил хорошо на пожертвования, на то, что он продавался очень хорошо в среде еще белгородейцев. В Европе потом их стало меньше и меньше. Но «Часовой» еще как-то издавался. Появилась там русская мысль, была конкуренция. Но «Часовой» сочетовал все равно. Как чисто исторический такой журнал. И ценится очень много и читал показения. Он дедушка дожил до 94-х лет. Умер он как раз сам по-моему даже в дни когда был Советский Союз. Я с ним еще в 89-м году он был очень старым и плохо слышал. Но постарался интервью провести с ним. У моей сестры есть. У всех не осталось. Но трудно там уже. Потому что мы еще не понимали куда все идет. Но я знаю одно, что он просто понял, что в жизни что в России мне было радостно его это увидеть. Даже теоретически он мог даже вернуться. но если было бы тогда еще больше интереса если было бы 5 если в Советском Союзе или в Новой России появились бы тогда еще силы которые поняли ценность может быть на мигрантских архивах или высказывания старых людей еще из белой Кувашии тогда где-то люди приезжали и смогли бы еще то и другое интервью сделать информацию из первых самых белорук получить заявление когда российские ученые журналисты и всякие кинематографы были заняты своими проблемами что естественно и поэтому много забыло много пропало но архивы то остались с ними надо что-то делать я считаю что что хотел еще сказать у нас была дружба и у моего дедушки тоже это было с Солженицыным с Столупиным с сыном Столупиным этих людей еще конечно помню как они были у нас что о миграции хочется сказать когда я встречаюсь сейчас практически я тоже уже хожу в такой возраст где можно вспоминать и понимаешь что целая эпоха прожила для меня это старая русская миграция для меня старая русская миграция это вот белая миграция которая покинула Россию в 17-м году может еще и старая миграция Троцкого и Ленина но я не считаю другая миграция не русская другая революционеров а это была эмиграция русская там в 20-е год 2 миллиона человек я думаю даже больше никто их правильно не считал оказалось на западе знаете что я думаю это был осколок россии вот я не побоюсь так сказать хотя со мной очень испорить современной россии говорят что вы там проиграли вы ушли историй закончена ну вы там церкви там еще чистили купола там строили эти колокольни хорошо но я думаю все равно не соглашусь с этим с этим такой острой оценкой я думал что это была скола России которая в начале правильно сказали тоже дал много западов потому что это очень умные интеллектуалы образованные цвет российской не сказал бы наука наука восстановилась даже даже представить цвет творческий интеллигент в свое время оказался на западе Берлине ну из Берлина он вернулся потом в Россию в 20-е годы просто им показалось тогда что Германия становится хуже жизнь а в России лучше при Париже Брюсселе ну в том же все-таки в Германии осталось очень много эмигрантов которые жили свою культурную жизнь я только в этом и жил знаете даже когда-то я поймал на мысли что может так нельзя связано с Россией надо все-таки не следовать связь тоже иметь с Германией в принципе гражданин Германии живу в Германии но я и ту и другую культуру и политику воспринял поэтому сегодня и пользуюсь даром понимать ту и другую сторону но у нас действительно были постоянно дома или ветераны но они не были такими ветеранами у нас только говорили в Советском Союзе говорили на кухне нас кухня была маленькая у нас есть столовая каждый день только России только об этом постоянно даже когда на радиостанции я проработал я молодым человеком я видел что никто домой не ходил все собирались вечером в консилию обсуждали кто там водку пил кто-то там плакал что-то там на гитаре играл но все только жили вот именно Россия это сила была политической культурной эмиграции но стояло и один вот пример для меня тоже очень важен который вот я тоже ну как-то не забуду конечно всю жизнь когда начал лезть в эти скаутские лагеря организации русских разведчиков организации круглосознанно кстати тогда в 14 году Олегом Патюковым 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 и вот эти традиции тоже на запад попали еще на очень высоком уровне все эти руководители когдашни как Борис Мартынов и все другие продолжали строить и выстраивать это скаутское движение я был в этих скаутских лагерях мы там конечно слава богу занимались и лесными там играми и строили шалаши и все другое и очень много там учился поазин уходить там все другое ну конечно там преподавали русский язык многим приезжали дети которые не говорили так хорошо по русски из русских среды были очень интересные занятия конечно по религии приезжали священники ну и по историографии тоже все эти занятия проходили на в лагерях или в церковную школу но самое важное все сказать мы каждое утро поднимали бело-сине-красный флаг это был наш поэтому с этим флагом я вырос и это был наш флаг он мне тогда был дороже даже я могу сказать чем немецкий флаг и когда вот в россии я смог на стадионе я там футбол играли я капитаном команды радио свобода который приехал играть в питере там против русских журналистов или там этих певцов старков когда я поднимал этот самый флаг конечно у меня было очень какое-то такое чувство я понял что 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 я понимаю флаг этот флаг который мы на чужбине поднимали сейчас так поэтому я говорю поэтому я говорю вот это хороший пример того что я всегда говорю что вот когда многие в россии говорят вы там в эмиграции ничего не понимали и нам не интересна ваша там жизнь потому что вы же не были частью советского союза мы советский народ столько прошли и столько научений прошли и столько то что у вас там было много или на западе мы занимались как хобби россии там нам это интересно поймите все равно это же все таки мы задумали и то что вот целым тремя поколениям белосиний красный флаг существовал как символ именно свободной россии в другой россии не коммунистически это очень много стоит по сути дела белые то выиграли в конечном итоге что у нас белосиний красный флаг в церкви открыто до угла ворву и пусть белые не выиграли белые не выиграли потому что но история по-другому она сложнее белые не могли выиграть тогда потому что белых уже нет я не белый я спустя 70-80 лет когда мы снимаем поколение могло приехать мы выиграли все вместе как мне кажется в общую россию я очень рад что у меня такая судьба была что я мог тоже строить эту новую россию не пускал не пускал лицом это через свою работу немецко-российские отношения я думаю что успешно девяносто девяносто первом году воспрощение как уже победа или пора и победа что вот он наконец произошло у меня решился у меня нет потому что я не нет я не сказал это было у кое-кого была такая моральная победа у запада была моральная победа я считал что у нас на западе есть взять меня себя как западник у нас не не должно быть право этой самой моральной победы вот почему потому что я считаю скажу фразу к нам что в россии тоже сегодня многим непонятно но россия сама себя освободила коммунизм через русский путь и все другое она вот москва не только там горбачёв который может даже не знал что на самом деле но вот россия не только способствует подталкивала всю восточную европу к перемен может быть сегодня 30 лет спустя может сказать что себе во вред потому что получила расширение на то против чего я действительно категорически всегда встречал восточную европу для меня было самое начало и он скажу вы меня спросили насчет победу меня не было время думать о том моральной победе я с большими глазами с большим любопытством понимал что россия другая что именно она не тоталитарная уже что там остались коммунистические какие-то настроения мне это не мешало потому что я считаю что левая идея всегда должна существовать как корректив правый но это мое мнение как политолога чего я с самого начала увидел и это меня очень огорчило с первых дней после августского пульса что я работал западных институтов то американцев то германском совете внешней политики что на западе борьба кому-то с коммунизмом очень быстро моментально перескочила на борьбу с русским национализм с русским национализмом с русским империализмом они говорят и главная тема всегда была на закрытых наших конференциях всегда вот это не дать не дать россии стать империей никто эту империю российскую европе не хотел это было самое страшное пугало чем 90 год надо все дело для того чтобы россия не было империи пославишься поэтому поддержку украины поэтому поддержка такая всем другим постсоветским государством а я считал что эти государства конечно кто-то там заслужил кто-то получил кому-то подарили независимость но вернуть империю конечно насильственно не возможно и кто это делает его никаких шансов на это нет но то что россии появилось желание сохранить русский мир или что россии появились интерес создать евразийский союз с теми странами с теми народами с которыми тысячи лет жили вместе но с кем-то меньше с кем-то больше с ними этот союз конечно должен сохраниться и должен может быть заново быть отстроен с украины из белоруссии нельзя ссориться с центральной азии которая фактически очень много научилась получилась от россии я думаю рано или поздно рано или поздно и вот у меня там вышло когда-то роман я на эту тему написал потому что не хотел писать эти политические трактаты называется 2054 год в россии тоже вышло я там на самом деле предсказываю мне кажется что так будет что очень много стран славянский стран восточной европы опять будет ориентироваться на восток на какие-то идеи кто будет скорее из россии а запад будет как и мы видим сегодня полностью ориентироваться на американцев по тем причинам что европа не может состояться к сожалению она без россии никогда не был сильно она не хочет россии она состоится как западная группа надо быть слишком слабый поэтому постоянно будет тяготеть к америке даю защищала что-то и руководила и так далее но это не нашел совсем недавно у нас была беседа и сказать что дескать такая мысль о том что владимир путин очень испытывает большую испытывал большую посимпатику нтс это правда или это миф какой-то что риск все он какие-то я на соседи я так не думаю но у меня был с ним очень интересный уже 20 лет тому назад где мы за несколько часов даже подробно поговорили тех вещах кто мы с вами говорим когда я писал или пусть того как написала его биография на немецком языке который потом в россии вышла в немецком языке что я понял из этого разговора но я не знал кто до этого не идея интересует и не организации он очень близок сидимся жениться я думаю что это надо понимать это он путин антикоммунист он понимает что коммунизм россии принес очень много вреда но не будет это открыто говорить потому что россии много людей думают по-другому автор кузове он не жгучий какой-то фанатический утвы националисту но он абсолютно понимает гораздо больше чем его окружении интересы национальные интересы россии удивительно просто вот печать есть и горбачева и когда я слушал его и когда читаю его и выступление вот там мне очень кажется что я чувствую очень много тональность и не тональность а смысл и содержание того что я слышал в юношестве от нет представитель теперь нтс или там посева но от старых иммигрантов потомственных там дипломатов бывших политиков царских которые оказались на западе как они оценивали и как они дефинировали интересы будущей россии просто схожи я так думаю поэтому мне очень близко то что путин во внешней политике делать внутренне там нужно во многом там еще до конца разобраться как это все будет выглядеть но кстати тоже эти как русские живут но во внешней политике мне кажется что он расставил все точки над и и россия должна такой бы и мне кажется что в этом отношении есть у него там схожие позиции с представителями миграции такими играми представители миграции но пусть и работали в нтс и на радиостанции свободы были такие русские патриоты или люди которые понимали российские интересы то хорошо я сказал что самое главное для меня сегодня проблематично то что происходит и почему я конечно к сожалению можно сказать большому сожалению пересорился или они пересорились со мной немецкие и западные коллеги всяких стиль тэнков потому что они стоят на такой точке зрения что нам нужно только свободная россия ни один директор вот когда-то мне говорил немецкий с которыми я спорил и сказал что нужно же выстроить российское государство даже ужасно если государство развалится будет вагабундировать эти атомные ракеты все-таки нужно выстроить как трудно этим ельцам тогда еще было трудно и путину это строит от выстроить это государство мне все говорили вот на западе постоянно одно и то же нет свобода если вот татары есть чеченцы если там корейцы хотят быть свободной нужно дать свободу для запада это было важно и тут я вспомнил большой спор который был между сахаром и соженицына андрей сахаров и александр соженицын сахаров говорил самое главное для людей это свобода самое самое главное все другое второстепенно какое государство там будет главный человек свободой нужно людям дать возможность решать на свободу стоит я считал это с точки зрения запада тогда правильно интереса так живет свобода то выше всего но я понял что так жизни функционирует а соженицын говорил что самое главное что нужно россии освободиться от коммунизма убрать эту идеологию которая против народа как он туда считал тоже и нужно ориентироваться на построение национальной россии пусть этим занимается политбюро цккпсс по другим названиям но сильное государство но это должно быть ориентировано русские национальные интересы вот это вот разница соженицин был человеком который слышал сахарова путин скорее тот который придерживается этой соженицы я думаю что русская нация русская культура очень глубокая и и есть чем похвастаться чем гордиться поэтому ее легко передавать вот я вижу с моим детям когда не эти я не хочу сравнить какой-то другой страной но здесь странно которых история такая что особенно не похвастаешься или она очень короткая или она уже в прошлом в россии она где-то трагическое но очень интересно важно где-то где-то в россии всегда герои были есть не только за что зацепиться но что как выстроить жизнь и не только удобно но красиво и многие гордятся быть русскими том числе вот так иммиграции смотри мы были русскими мы не были немцами хотя я всегда говорил что я не анти западник тоже я тоже благодарен германии образование и школу и вот эту жизнь германия тоже очень близко но душе все-таки вот душевная связь которая есть но этим надо заниматься я против примитивного патриотизма надо этим заниматься не только песню петь и там плакать и россии который потеряешь ли который можно выстроить не только воевать с другими народами нужно образование правильно получить для этого нужно много читать нужно понимать вот все это самые как россия строилась но фактически с ивана грозного из петра очень глубокая история но если начинаешь этим заниматься и интересная ты любишь ее и если она громадная страна у него станция происходит и дефинировать интересы тоже нужно том числе внешне и внутренне и этим за ним когда этим занимаешься становишься и приближаешься к этому красивые тем все время занимались с детства поэтому я считаю себя человек который принадлежит русскому миру чтобы очень интересно то что люди которые выросли в союзе и уехали после с первого года на запад или которых я встречал европе сша их дети внуки уже сейчас практически не говорят по-русски а люди которые уехали семнадцатом году двадцатом году после второй воровой войны их дети внуки участвовали на хорошем языке знаете почему церковь потому что наши предки мои деды и мои родители нашему поколению передали где-то вот трагичную сторону историю они через них они 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 мучились с тем что они россию потеряли и и жили веры что они опять приобретят это наши гены сейчас я ничего с этим не могу поделать у нас это я движусь теперешнюю эмиграцию последних 20 лет это в основном люди которые поехали за колбасой за хорошим с хорошим заработком и они вот как раз и в германии живут и в америке говорят нафиг это россия там всегда все плохо надо жить хорошо мы сюда приехали у нас все полный стол многие эти люди сейчас видят в россию что-то происходит это зачем уехал многие живут в германии на социальный посуде и а в россии они могли бы даже может быть зарабатывать в россии появился средний класс в россии появился средний класс который будет дальше определять тоже на нацию строить не сверху настроить и не снизу эта революция разрушает снизу а ее строят прослойкой образованных людей ученых просвещенных людей которые и не богатые не бедные на которых очень много определяют страны и экономику страны и такой прослойка в россии укрепляется на получать и еще не сравнить с германией с немецкой с американской все другое но она будет здесь поэтому я тут насчет будущей россии особенно не не волнуйтесь где-то политическая система будет думал где-то терпеть какие-то изменения но я просто историк я вижу как во всех странах после каких-то революции в россии там две даже были до 17 91 год нужен очень сложный восстановительный процесс построение государственных институтов и укрепление власти это было в течение 19 века во франции посмотрите там первая республика 2 3 4 до 5 даже и каждый раз изменение системы и тоже появлялся то этот наполеон то его этот внук бонапарт 3 который монахи опять воссоздал скалонии я знаю куда двигать страну ну знаете что я хочу сказать что все не так просто все сложно на западе конечно хотят видеть россию как можно вот приближенным либеральным западным ценностям но восток это восток и та судьба которая была у россии она непростая также как статьи украины и у других странах там такой демократии которая здесь рожала 500 лет это проход прошла тоже гитлера это в других странах тоже побоище свои там революции нет я думаю что это очень сложно в россии будет свое она идет и нащупает этого поколения будет можно так философскую мысль сказать на нам не очень важно большой вызов потому что мировая политика и всем другая чем было сто лет тому назад вот у меня задаете вопрос я могу вам ответить что нет такой что тут вопросы ответы всем другие чем прошли позапрошлом веках знаете вот я скажу конкретно американцы европа строит конечно великую империю и вторую римскую империю даже 3 2 это было время средневековья это попытка унифицировать весь мир я не говорю обвязать что-то агрессивно в россии многие считают как получается действительно америку новая флайф это очень привлекать американцы придумали гениальный способ руководить общество через потребительство через через дешевое потребительство и через комфорт голливуд макдональдс и все другое это гениальная идея 27 20 века но не 21 20 этим они покорили мир и дальше покорять европа покорили этим сами это какое-то ощущение вот полной свободы и все мы каждый человек все может развивать суда будет америка дала миру но унифицировать весь мир под это не удается но они будут это делать и поэтому чтобы конкретно отвечать на ваш вопрос тут встает вопрос и религиозных если мы знаем библию мы понимаем что самые большие катастрофы существования человечества произойдут тогда когда 90 процентов мирового населения будет жить в таком университет унифицированном мире и что это на самом деле очень плохо когда одна власть то ли римская империя то который другое пытается создать унифицированный мир и загнать это все но человечество и поэтому против этого будет сопротивление я вижу скорее вот в россию в лагере тех немногих стран которые будут этому процессу просто сопротивляться разделяя может быть многие западные комфортной жизни даже либо равных ценностей ведом но никогда не подчиняю и тут вопрос вот к молодым людям или они все-таки скажут как многие люди говорят смотрите сколько русских живет на самый богатых русских живет за границей они в принципе уже западные люди не хочется зарабатывать деньги деньги только тень в берлине живет столько русских богатых духовной жизни не занимаются они там подстраивают церкви не занимается культурой нет конечно деньги вывезли живут хорошо и считают что так это цель жизни в этом они действительно в многом отличается то поколение которое я знал так что этот вопрос будет стоять в россии будет россии будет другая те люди которые захотят именно эту другую россию свою россию строить и будет ли у них силой и собственно воспитания и убеждения в том что это надо делать будет это делать но очень многие не будут будут стараться или тоже включить россию в этот универсальный общий мир под общий колпак идеологии или будут иммигрировать потому что сегодня возможно возможно взять заработать деньги и навсегда уехать и там может быть даже жить на социальной поселке поэтому посмотрим увидим я думаю что россия россия это не не старая нация не уставшая мне казалось что в 90-е годы думала уставшая нация не дай бог еще второй или третий развал и все я думаю нет мне сегодня кажется что то именно когда на молодых смотрю что это нация которая все-таки достаточно молодая и мне еще много много энергии и тогда она будет и сопротивляться и сотрудничать находиться собственный путь это будет очень сложно потому что мир будет все более-более унифицировать россии 142 миллиона человек слава богу разные точки зрения одни хотят это другой этого по интересу русский народ проходит еще очень важную стадию переосмысление я бы сказал бы вот в германии есть такое такая такая политика это самое понимание или обработка прошлого как гангайтс поверить его в россии россия отказалась от этого германия была побеждена 45-м году поэтому нужно его это сделать полностью очиститься от гитлеровских там 12 лет только праве 12 россии есть так посмотреть можно перед преодолеть 80 лет гуманистической кто-то скажет ига кто-то скажет бремени это будет длиться очень долго я понимаю что и русский народ сегодня делится на три части это мое наблюдение одна треть людей кто сегодня живет в россии это внуки жертв сталинизм репрессированных людей у них своя точка зрения на это все они хотят чтобы их предков реабилитировали и чтобы проходила жестко дисталинизации для нашей страны одна треть людей это я не побоюсь это внуки палачей или людей которые палач плохое слово но тоже палачей но в основном одни палачи а люди которые выиграли от этой системы в том числе и семья моей жены которая где ее там дедушка стал великим инженером советской власть и в царской россии он бы не смог бы это сделать есть одна другая треть саморешающих которым все наплевать даже не хотят заниматься историей наплевать жить хорошо оставьте нас покоя вот они скажут решающие слова это 3 3 а те две другие будут непримиримо отстранены иллюзии как то не от не отстраненная не отстраненная ни в коем случае нет не отстраненного это люди которым больно все не говорят зачем нам ковырять кожи забудем но они будут решать куда идти я думаю что россия будет двигаться и становится энергично вперед с другой стороны с большими трудностями потому что ее всегда будет вот одна часть в которой все написать тему в одну и другую сторону я не верю что здесь вернется сталинизм двадцать первый век не здесь сталина сейчас восполняют как самозащита может понимает что при нем был порядок времен не было коррупции и при нем запад боялся советский союз вот это многим хочется сейчас получить чувство справедливости справедливости что боялись вот это чтоб запад так очень разговаривал с россией как разговаривает сегодня приставим так не разговаривать вот поэтому вот чуть-чуть не ставить ские портреты там носит вам на праздник 9 мая ну для многих конечно это сталин по семейным историям тоже подходят потому что он целый целый поколение тоже вот такой новый интеллигенция то вы свою выставил не все же рекрестируем даже часть только есть такие которые считают вот и я говорю вот именно творческая интеллигенция среднекласса что нужно двигать все таки россию сторону какого-то по общего прогресс не входить ни в какие там союзы западом но из китая который кстати тоже большая тема который угрожает своим свои силы стараться выстроить российские интересы понятия двигаться так дальше но это люди которые свободомыслящие на самом деле они будут признавать и сильную власть и сильное президентство в россии но они законопослушные но они будут скажут тоже свое слово есть многие которые просто плавно дай хорошую жизнь это все как мир тоже устроен потому что когда привлекаешь комфорту а сейчас только людей привыкли комфорт от него отказаться невозможно невозможно эти люди будут ли в ту или другую сторону там голосовать конечно за тех за те политические силы поддерживать ту россию которая будет предоставлять вот именно этот комфорт жизни это очень сложный вопрос но вот это потребительское общество него не уйдем путин это же прекрасно понимает что это внутренняя сила и слабость и Продолжение следует...